В этом году Кремль рекомендовал местным властям проявить сдержанность в тратах на празднование Нового года. Празднование для взрослых должно быть сдержанным в расходах, ведь, цитирую, есть запрос общества. Особенно Кремль приказал регионам и муниципалитетам поздравить с Новым годом семьи оккупантов с детьми, раненых в госпиталях, а также собирать открытки для российских оккупантов в Украине. Похожие рекомендации касаются и новогодних ярмарок. Их участники должны собирать подарки российским оккупантам под лозунгом «Всё для победы». Майкл Наки, российский оппозиционный журналист, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, кроме озвученных фактов, администрация президента Российской Федерации направила также региональным властям и госкомпаниям рекомендации по проведению новогодних мероприятий. И вот власти посоветовали при формировании концертных программ поддерживать артистов патриотической направленности. Вот в их число входят, например, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Маршалл, Расторгуев, Стас Пьеха, Лариса Долина и Ярослав Дронов-Шаман. Что теперь? И «Ёлки» все будут под цензурой, как вы полагаете? В смысле будут. Ну, то есть, вообще любое культурное проявление, любое вообще публичное пространство, они находятся под цензурой уже довольно давно. От КВНа до детских утренников, по крайней мере, тех из них, что проводятся на официальных площадках типа кремлевских и прочих. Вот. Конечно, очень хочется, чтобы новогодние концерты, они в основном были в исполнении Кобзона для тех, кто все это организует, и чтобы они как-то на этих концертах вместе все встретились. Но вообще надо понимать, что эти новогодние ограничения, да, и вот эта вот вся история, которая происходит, это некоторая большая смена тональности. Потому что российская пропаганда попала в некоторую ловушку, которую сама себя изогнала, ну, как и российские власти. Дело в том, что вообще они планировали, это не самый большой секрет, мне кажется, да, российские власти планировали, что вся эта война будет довольно быстрой. Вот сейчас появляются подробности от британской разведки, что не за три дня, конечно, планировали взять Киев, но за десять. Да, там российская пропаганда говорила про три дня, а российское руководство ожидало за десять дней взять Киев, в общем, быстро со всем этим разобраться и победоносно рассказать, значит, какая великая могучая армия, какой великий Путин стратег и прочее. Но, как мы видим, что называется, все сильно затянулось, причем затянулось не в приятную для Кремля сторону. И поэтому пропаганде с различных рассказов о том, какая великая российская армия, вторая армия мира, что она вот выполняет все задачи, им приходится переходить на другие рельсы. На рельсы того, что вообще-то, значит, вставая страна огромная, нужна там мобилизация, нужен вклад каждого человека. И вот в этом контексте, конечно, нормальность происходящего в стране, да, вот такая обычная жизненная нормальность, она выглядит уже немножко несоразмерно тому, что происходит. И поэтому в рамках этой риторики того, что все очень плохо, да, там яркие какие-то украшения в большом количестве, особенно в Москве, где традиционно, ну, ее и до этого критиковали, что вот, значит, Россия в нищете, а Москва гуляет. Все это ложится на вот такой контрпрограммирование, что ли, ну, то есть все это не укладывается в общую модель, поэтому в основном, а не из-за финансовых, на самом деле, трат, было принято решение и было доведено это решение до многих глав различных регионов о скромном празднестве. Я бы обратил внимание на пост Сергея Собянина, который рассказывал, еще вот это было несколько недель назад, где он говорит о том, что мы все равно будем украшать Москву, не так ярко, как планирую, но будем. И там очень интересные сравнения, потому что обычно, когда начинают сравнивать в России что-то со Второй мировой войной, сравнивают с точки зрения мы победили, превосходство, значит, победа, можем повторить и все прочее. Но как определить, что все идет не очень хорошо, когда начинают сравнивать не с 45-м годом, а с 41-м. И Сергей Собянин в этом своем листке, в этом своем блоге сравнивает именно с 41-м, говорит, что даже в 41-м году все равно были праздничные мероприятия. То есть понимание того, что это не победоносная война, что это не какая-то специальная военная операция, а что это война агрессивная, при этом еще которую Кремль и Россия проигрывает, оно постепенно доходит. Поэтому приходится менять в том числе и эстетику происходящего, и добирается это даже вот до новогодних украшений. Новость последнего часа. Хотели с вами обсудить баскетболистку сборной США Бритни Грайнер, осужденную в России за перевозку наркотиков, обменяли на Виктора Бута, как его называли там и оружейный барон, и доктор смерть. И вот мне говорят, да, говорят режиссеры, что в эти минуты Джо Байден созвал пресс-конференцию, да, вот она как раз сейчас проходит, видим кадры. Я напомню, месяц назад он говорил, что Бритни Грайнер – это единственная тема переговоров, которая может быть между Москвой и Вашингтоном. Майкл, хотели и ваше мнение узнать по поводу вот этого обмена этих событий? Ну, смотрите, у Америки в их вообще, в их парадигме, да, долго существует и давняя история, это то, что американские граждане первее всего. Поэтому если американский гражданин за там, за границей попал в какую-нибудь ситуацию, то Америка делает все для того, чтобы его вытащить. Не так давно, ну как, относительно, еще при президентстве Трампа была история со студентом, который в Северной Корее. Он в итоге погиб, но, значит, он там был заключен в тюрьму, и Америка сделала все, чтобы его вытащить. Что? За сделанные фото. Да-да-да, там мутная была история, ему приписывается даже не столько фото, сколько то, что он взял плакат, который там висел на стене, что, значит, как-то у них нельзя, ну, на то она и Северная Корея, там довольно специфические и жесткие законы. Вот, и, значит, сделали все для того, чтобы вытащить его даже вот в таком сначала прессмертном состоянии, а потом он скончался. Что касается персоналей, которые обменены, дело в том, что, понимаете, Виктор Бут, который торговец оружием, да, это достаточно известная личность, настоящий преступник, и его, скажем так, уровень его преступлений в мирное время, да, когда ничего не происходило, ну, это казалось невозможным его обменять, потому что этот человек преступник, и, значит, американское правосудие вот так распорядилось. Но сейчас время не совсем мирное, я бы даже сказал, совсем не мирное, и поэтому в контексте того, что целая российская армия, вся российская верхушка и огромное количество пропагандистов прямо сейчас являются военными преступниками, да, в этом смысле исключительность Виктора Бута, она, ну, несколько не то чтобы погасла, но явно снизилась, и поэтому Америка на этот шаг пошла. Ну, то есть, ей уже не кажется, что Виктор Бут настолько важный для нее заключенный, потому что в общем контексте он уже не настолько, что называется, выглядит дьяволом по сравнению со всей остальной Россией и тем, кто и сейчас руководит. Вот, поэтому принцип для Америки вытаскивать своих, он никуда не делся, и поэтому этот обмен был совершен. С точки зрения Америки, это, конечно, понятный поступок, с точки зрения внутрикремлевской повестки, это, конечно, неприятная история, не для Кремля, а для всех остальных, потому что Владимир Путин видит, что можно брать заложников, и что их все равно будут менять, и в этом он может видеть новую возможность для того, чтобы наращивать обменный фонд. Еще Пол Уиллан остается в России, в российском заключении, и Владимир Путин увидел, что да, эта тактика работает, что он действительно может, что называется, кого-то выторговывать обратно. Это не очень хорошая новость, но глобально вот все это выглядит примерно так. Да, и мы напомним, что сейчас идет пресс-конференция, и вот уже известно, что Джо Байден лично принимал участие в этих переговорах и давал отмашку на обмен. Да, вот сейчас кадры еще раз нам показывают режиссеры. Еще у нас есть вопросы. Вот завтра ожидается приговор Илье Яшину. Как вы полагаете, что скажет судья? Прокурор просит 9 лет. Каким будет вердикт? Слушайте, ну тут, к сожалению, малая вариативность. Если до завтрашнего дня режим Путина не пойдет, то приговор, конечно, будет судьей полностью повторять фабулу прокурорскую, фабулу обвинения, и этот срок, к сожалению, будет назначен Илье Яшину. При этом есть большие сомнения и большая надежда на то, что Илье Яшину не придется этот срок сидеть в полном объеме, и что вообще она выйдет на свободу как можно скорее. Таких политических заключенных в России довольно много. И, конечно, их сроки не настоящие. Даже не в том плане, что обвинения против них ничтожны, а в том плане, что их сроки, они на самом деле не какое-то определенное количество лет, а ровно до момента, пока Путин не потеряет свою власть. И чем быстрее это произойдет, тем скорее эти политические заключенные, храбрые люди, невероятно храбрые, которые, вот как и Илья Яшин, который предпочел никуда не уезжать, это была его принципиальная позиция, что он будет говорить о войне правдой, находясь в России, или Алексея Навального, который даже попытались убить, но он все равно вернулся в Россию и продолжал бороться. Все это невероятно храбрые люди, которые сейчас преследуются российским режимом, и которые будут освобождены, когда этот режим пойдет. Президент России Владимир Путин отрицает, что в ближайшее время в России может начаться вторая волна мобилизации. Вот соответствующее заявление сделал на встрече с членами Совета по правам человека. Вы верите в эти слова? Ну, верить Путину себя не уважать. Во-первых, он уже перед первой волной мобилизации говорил, что мобилизации не будет. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков буквально за неделю до первой мобилизации, до 21 сентября, говорил, что никакой мобилизации не готовится, и об этом не может идти и речи. Поэтому, конечно, никакой веры Владимира Путину нет, и его слова вообще не должны восприниматься как какая-либо часть аргументов за или против того, что будет мобилизация или нет. Я бы даже обратил внимание на интересное построение фразы, которая была у Владимира Путина, и которую я почему-то не увидел в многих, кто цитировал эти его фразы. Там в конце была сделана важная ремарка, он говорит, на сегодняшний день. То есть даже он оговаривается и оставляет путь к отступлению. Хотя в его поздравлении от 8 марта еще тогда он отрицал мобилизацию в принципе, говорил, что не пойдет об этом никогда речи. Ну вот потом, 21 сентября, соответственно, мобилизация была введена. Вот, поэтому на слова Путина здесь ориентироваться бессмысленно. И пока, судя и по сообщениям с украинской стороны, украинской разведки, судя по сообщениям источников различных медиа, которые говорят, что военкоматам объявили, что в январе и феврале их ждет много работы, чтобы они готовились. И судя по появляющимся пропагандистским роликам, которые, думаю, вам тоже попадались, что значит, где показывают, что те, кто уехали, они, значит, не настоящие мужчины, а те, кто остались, они вот, оказывается, настоящие мужчины. Мальчики и мужчины, да, такой ролик. Да, 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 вот эти самые мальчики, которые тоже уедут, правда, в гроб и чуть-чуть попозже, но об этом в самой рекламе не говорится. Вся эта медийная активность указывает на то, что мобилизация все еще готовится, и мы видим с военной точки зрения, что для России, если она действительно, как говорит Институт изучения войны, как говорит британская разведка, как говорит представитель НАТО Янс Толтенберг, что Россия собирается весной идти в какие-то наступления, да, но для всего этого необходима живая сила, для всего этого нужна еще одна мобилизация, тем более, что это-то не прекращалось, поэтому даже нового указа не потребуется, поэтому веры Путину нет никакой, но, думаю, это не мне вам рассказывать, да, Украина, как никакая другая страна, знает, что слова Путина не имеют веса и не имеют никакого значения. Ну и была еще одна интересная информация о том, что пожарными темпами оцифровывают базы данных военкоматов, и это делается, в принципе, для чего? Для того, что уже те, кто хочет убежать, они уже не убегут, на границе их остановят, так как вот были какие-то разовые случаи, да, когда людей снимали с самолетов, теперь эти базы, я так понимаю, будут общедоступны для всех, в том числе и для пограничников. Смотрите, это даже не то, что появилась информация, это информация официальная, потому что Владимир Путин подписал указ о приведении военкоматов и системы базы данных к единому виду, то есть оцифровизации всех баз данных, которые есть военкомат. Почему? Потому что, когда была первая волна мобилизации, вдруг выяснилось, вдруг я говорю, конечно, несколько иронично, что все эти военкоматы и все эти базы данных существуют исключительно на бумаге, ну, на бумаге во всех смыслах, то есть у них нет никакой единой базы, у них нет никаких оцифрованных данных, у них куча устаревших данных, не имеющихся, там, мертвых призывали, чего только не было. Да, поэтому было выдано распоряжение, правда, оно довольно хитрое, типа планируется наладить всю систему к 2025 году, но там есть интересный нюанс, там внутри этого, значит, указа есть расписание конкретных мер, которые должны быть сделаны. И по поразительному стечению обстоятельств не поверите, значит, оцифровка всех баз данных военкоматов должна произойти аккурат к 31 декабря 2022 года. Совпадение ли это? Ну, мне кажется, весьма маловероятно. А вот по количеству призванных уже на сегодня, там называли совершенно разные цифры, да, вот было даже и 300 тысяч, и 370 тысяч, и в разных каких-то новостях, которые говорили чиновники российские и политики, цифры менялись буквально там плюс-минус 70 тысяч. Ну, смотрите, глобально с российской стороны они настаивают на цифре в 300 тысяч, собственно, Владимир Путин ее суммарно вчера и повторил, да, другое дело, что появлялась информация, что общий план по мобилизации, не первая ее волна, а в целом, да, он там в районе 700 тысяч, а то, может быть, и миллиона. Удостовериться в этом мы никак не можем, в целом надо еще, ну, держать в голове, что у нас довольно много, мало источников конкретной информации, да, потому что, ну, там все СМИ более-менее адекватные в России позакрывали, а самих мобилизованных за информацию, значит, как-то им говорят, что вот трибунал против вас будет или еще что-нибудь такое, поэтому поток информации, мы его видим в весьма редуцированном виде, вот, но пока, судя по всему, действительно речь идет о нескольких сотнях тысяч мобилизованных, но это совершенно не предел, и я думаю, что количество мобилизованных будет сильно увеличено, как раз вот в январе-феврале будет запущена еще одна волна мобилизации. То есть дадут отметить, вот, Новый год встретить, рождественские праздники, и, ну, начнут брать тепленькими, да, вот. Очень похоже на то, ну, то есть это вот по всем косвенным признакам, которые мы наблюдаем, понятно, что будут пытаться делать это немножко по-тихому, да, то есть Владимир Путин не будет выходить и говорить, у нас новая волна мобилизации, это же зачем, указ-то есть, а старый, да, то есть поступит просто новое задание от Министерства обороны к военкоматам, это их вотчина, и будут набирать людей в разных регионах, да, но при этом совсем скрыть это не получится, ну, просто потому что, как только первого человека, которым вот сейчас раздают повестки, на уточнение данных, уже раздают повестки, уточнение данных в 2023 году, типа, приходите в военкомат, мы уточним ваши данные, да, и вот как только первого такого загребут, а то и 10, а то и 20, а то и 100, ну, станет понятно, что новая волна мобилизации уже идет, поэтому будет довольно сложно это все скрывать как-то от широкой общественности, но Путин максимально будет пытаться дистанцироваться, как он и начал делать после объявления этой мобилизации, он же ее объявил, а потом в ракушку залез и сказал, это все губернаторы, которые вообще непонятно какое отношение имеют к мобилизации, ну, то есть, с формальной точки зрения, губернаторы вообще никак не связаны с военкомами и всем остальным, ну, то есть, это отдельно вотчина Минобороны и военкомов, почему повылезали губернаторы, и, значит, в каком виде они вообще могут что делать, и это большой юридический вопрос, но понятно, что юридический вопрос России уже давно не волнует, и вот Владимир Путин все это сказал, что я к этому никакого отношения не имею, в итоге, в связи с мобилизацией, конечно, упал его рейтинг довольно драматически, но больше всего обвалился рейтинг непосредственно Сергея Шойгу, министра обороны, который вошел в тройку антилидеров по одобрению со стороны россиян, и тенденции это будут только наращиваться, я не думаю, что ему удастся как-то вот соскочить с того, что мобилизация будет напрямую привязана непосредственно к нему, к главнокомандующему, как его называют его, соответственно, пропагандисты и все остальные люди в окружении. То есть перспектива у россиян достаточно простая. Новый год за столом, старый Новый год, возможно, уже в окопах и в портянках. А вот скажите, человек, попавший в такую оцифрованную базу, будет иметь возможность все-таки сбежать или нет? Или вот граница будет на замке и все закроется, и нужно успевать это делать уже сейчас, до Нового года, возможно? Ну, возможность есть всегда, да, выбор есть всегда. Не существует ситуация без выбора, поэтому, ну, и Россия очень большая страна, да, вообще бег от военкомата – это давняя российская традиция, которую стали почему-то забывать люди в России, хотя некоторые вот, когда мобилизацию объявили, вполне себе вспомнили. Да, понятно, что не у всех есть возможность уехать за границу, потому что это сложно, дорого, с юридической точки зрения, да, там сейчас есть своя специфика и с визами, и со всем остальным, и вообще с количеством рейсов, и с ценами, и с прочим, но Россия очень большая страна, и спрятаться от мобилизации, от военкома не так, чтобы очень сложно. От цифрового военкома, наверное, спрятаться будет немного сложнее. Да не особо, ну, то есть, что значит цифровизация, да, это значит, что просто твоя карточка, ну, вот, с твоими данными, да, она в компьютере теперь, а не на бумаге, но ты переехал, например, в другой город, снял квартиру без договора, никуда это не вносил, и живешь не по месту прописки, дверь никому не открываешь. Рассчитался карточкой в магазине и уже знаю, где ты находишься. Ну, это надо подключать не только цифровую базу, это надо подключать вообще всю систему розыска, которая, если в нее внести там 200-300 человек, она просто, значит, как-то самоуничтожится, скорее всего, и не сможет нормально работать, учитывая то, как работают все цифровые продукты в России. Да, мы видели и российский аналог Ютуба, мы видели и все на свете, поэтому здесь сложно представить. Нет, мысль, конечно, интересная, но вот возможности для того, чтобы какие-то уйти, вот ты рассчитался, окей, этой карточкой в магазине, но у тебя же полиция не через секунду там появилась, да, она еще пока доедет. Вот полиция ехала, например, к паре, где мужчина убивал девушку, ехала 4 часа, приехала женщина уже, соответственно, труп. Вот, поэтому полиция в России не отличается какой-то скоростью реакции, но, безусловно, облавы и вообще всякие механизмы для того, чтобы отлавливать людей, которые хотят мобилизовать, они будут жестче в эту волну, поэтому и готовятся, что называется, надзаранее. Кто-то в леса уходит, кто-то переезжает в какие-то отдаленные деревни, кто-то в другой город, но правила неизменные, повестку не брать, соответственно, дверь никому не открывать, с полицейскими в коммуникацию не вступать, а в крайнем случае, если уж человек оказался настолько глуп, что он вот все предупреждения проигнорировал, значит, над всем посмеялся, Путину поверил, ну, дальше все равно есть выбор, да, то есть тюрьма по сравнению с тем, чтобы идти убивать других людей, это хороший выбор. Да, у тех, у кого нет морального компаса, ну, тогда пусть сравнивают не тюрьму и, значит, моральную ответственность за то, что ты идешь кого-то убивать, а тюрьму и то, что ты умрешь просто. Ну, вот что происходит с российскими мобилизованными прямо сейчас, там, в почти промышленных масштабах. Политолог Абас Галямов опубликовал сегодня новость, вот что, начиная с весны, путинское политбюро начало работу над проектом под неофициальным названием «Ной в ковчег». Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти и придется вот срочно куда-то бежать. И вот сейчас в качестве площадки рассматривают Аргентину и Венесуэлу. Проект курирует Сечин, у него хорошие личные отношения с Мадуро. Как вы полагаете, возможен такой вариант? Теоретически все возможно. Практически сложно реализуемо. Уж Аргентину я бы точно не рассматривал, потому что Аргентина – современная страна, которая, я понимаю, почему она возникает в голове у людей, потому что в свое время нацисты скрывались в Аргентине после Нюрнбергского трибунала, но сейчас это уже совершенно другая Аргентина, поэтому я бы на их месте это даже не рассматривал. Что касается Венесуэлы, то тут, конечно, возможностей вариантов побольше, но Венесуэла маленькая, военных преступников в России довольно много, и более того, западный мир вполне себе умеет коммуницировать с разными странами, когда ему это необходимо. Венесуэлу находится под большим количеством санкций, Венесуэлла находится под большим давлением, и, скажем так, послабления определенного толка вполне могут смотивировать Мадуро выдать столь желанных военных преступников. Поэтому мне кажется, что в современном мире всерьез обсуждать какие-то такие островки потенциальной безопасности для людей, которые настолько, что называется, наследили, довольно проблематично и довольно странно, потому что рычаги влияния есть на всех, а современный мир стал очень транспарентным. То есть если раньше можно было нехитрыми действиями залечь на дно, то сейчас в эпоху цифровую, в эпоху камер, в эпоху интернета, в эпоху отслеживания, в эпоху спутников это сделать намного сложнее, особенно если вы собираетесь перебираться вот таким большим составом. Поэтому я бы на месте путинского окружения особо на такое не рассчитывал, скорее бы рассматривал вариант, что называется, избавить мир от проблемы Путина и, соответственно, получить некоторую поблажку и снисхождение при наказании, которое будет касаться всех путинских чиновников и по совместительству военных преступников. А как вы полагаете, какие страны могли бы еще оказаться в этом списке? Ну, Северную Корею, конечно, можно рассмотреть. Это все-таки одна из самых изолированных стран, которая, очевидно, не очень собирается идти на какой-то близкий контакт. Хотя, опять же, при президентстве Трампа Северная Корея выказывала вполне себе желание не то чтобы реинтегрироваться в мировое сообщество, но предпринимать как минимум какие-то попытки. Но глобально, я говорю, только на Луну улететь, и то не факт, что там не достанут. Вот, по крайней мере, Америка вроде снова собирается туда лететь. А Иран вы не рассматриваете как страну, где они могут скрыться? Да, Иран, где происходят протесты, Иран, значит, который сам не уверен, что местное правительство там сможет досидеть спокойно, мне кажется, не лучшей перспективой для того, чтобы быть. Более того, в Иране, если вы обратите внимание, там Иран периодически работает на своей ядерной программе. Вот, когда он начинает работать слишком усиленно, в Иране происходят какие-то невероятные случайности. Например, едет основной инженер ядерной программы мимо припаркованного автомобиля, а из автомобиля появляются пулеметы автоматические, которые контролируются издалека, и убивают этого самого инженера. Это реальный случай, который происходил. Поэтому нельзя сказать, что в Иране прям очень безопасно, и при большом желании там, значит, можно, судя по всему, достаточно несложно любого человека достать. В Германии накануне арестовали 25 человек, готовивших госпереворот при поддержке России. Есть еще 27 подозреваемых, и вот один из главарей поддерживал контакты с российскими официальными лицами. Как вы эту новость прокомментируете, и как вы полагаете, какие страны еще могут быть в опасности, для кого это тревожный звоночек? Слушайте, ну, у путинской агентуры есть по всему миру. В общем, последние 10-15 лет он этим и занимался, что создавал большое количество разных агентов, пытался подкупать политиков. Он это делал в Италии, он это делал в Германии, он делал это в Украине и во многих других странах. То есть это такая была осознанная стратегия Кремля по наращиванию своего влияния. И поэтому, мне кажется, всем странам нужно сторожить. Под большой угрозой сейчас, как мне представляется, это Молдова. Ну, то есть там есть прям как будто бы план у Кремля, то есть там как будто бы прям есть уже внедренные, сильно внедренные агенты влияния, которые прям уже практически этого не скрывают. И, в общем, там создается специально такая искусственная, я бы сказал, искусственное большое количество проблем с требованиями местных людей уже как-то власть менять. Вот, короче говоря, на месте Молдовы я бы особенно переживал, на месте Запада присмотрелся бы туда, потому что там как будто действительно есть большой риск опасности, ну а так и все остальные европейские государства я бы тоже со счета не снимал, потому что действительно Владимир Путин потратил очень много денег на то, чтобы заручиться лояльностью разных людей. Ну вот там, например, Берлускони, который давний дрог Путина, которому тоже перепадало много денег и который сейчас частично влияет на политические решения. В общем, к сожалению, сеть Владимира Путина довольно развернута и бороться с ней надо самым, мне кажется, решительным образом. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту интересную и содержательную беседу. Я напомню, Майкл Наки, российский оппозиционный журналист, был с нами на связи. Спасибо.